О спорте. Сегодня на Барнаульском стадионе Рубин прошел второй отборочный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. Дмитрий Гладких побывал на соревнованиях. Поддержка со стороны родных и близких на этих соревнованиях как никогда кстати. Бежать последние метры до финиша молодым спортсменам приходилось из последних сил. Этот этап стал вторым отборочным. До этого лучшие школьники состязались у себя в городах и районах Алтайского края. Сильнейшие приехали в Барнаул, чтобы продемонстрировать уровень своей подготовки в главных стартах региона. В соревнованиях принимают участие 15 команд по 8 человек. Это атлеты из краевой столицы Бийска, Рубцовска, Заринска, Павловска. Основная задача пропагандировать, прежде всего, ГТО Алтайском крае и выявить сильнейших многоборцев, сильнейших спортсменов. ГТО единственное такое мероприятие, которое дает средств физической подготовленности человека. Всего в программе 8 тестов. Команды состязаются в беге на 60 метров, прыжке в длину с места, подтягивании, сгибании, разгибании рук в упоре лежа, беге на 1500 и 2000 метров. Участие в стартах принимают подростки третьей и четвертой ступени в возрасте от 11 до 15 лет. Каждый из школьников боролся не столько с соперниками, сколько с самим собой. Добежать до финиша было для многих важнее занятого места. Сказывалась усталость. Было страшно, но самое страшное для меня было это 2 километра. Было тяжело, дождь, тут сначала солнце было, пробежало впечатление, конечно, нормально. Сегодня подведут итоги соревнований. Победители состязания отправятся на Всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне» и будут представлять наш регион на этих крупных стартах, которые пройдут в Анапе. Дмитрий Гладких, Дмитрий Козерлыга. Новости.